Это крупнейшая из мартышкообразных обезьян, обезьян на нашей планете, это медвежий павиан из Южной Африки, чакма. Вес взрослого самца чакмы примерно такой же, как у шимпанзе. А размер клуков самца чакмы крупнее клуков леопарда, крупнее только клуков льва в Африке. В результате на стадо чакмы леопарда, а леопарда это вообще специалист как раз по обезьянам, это обезьяна-еда. Вот с чакмой леопарда не связываются. Если случайно отбился одиночный, больной или подросток, конечно съест. Но стадо леопарда прогонит сразу. Хорошо. А вот это одна из самых распространенных мартышкообразных обезьян на свете. Это зеленая мартышка или верветта. Вся центральная Африка ее. Местные жители к верветтам относятся примерно так же, как вы отнесетесь к тараканам, которые завелись у вас дома. Дело в том, что это вредители сельскохозяйственных посадок. В первую очередь бороться с ними очень трудно, поскольку, во-первых, массовое быстрое, во-вторых, сообразительное. Поэтому, когда полвека назад европейцы в Африке стали за валюту закупать обезьян, местные люди решили, что у европейцев какие-то проблемы с головой тяжелые. Ну, представьте, что пришли, и у вас на кухне за валюту скупают тараканы. Ну, достаточно быстро разобрались, что медицинская промышленность без притока свежих приматов существовать не может. Поэтому верветты – это такой ходовой товар на мировом рынке. Вот это одна из самых наземных мартышкообразных обезьян из северо-западной Африки. Ее называют красная мартышка, хотя это никакая не мартышка. Это отдельный, иногда даже подсемейство выделяют, эритроцедус. Грамотнее всего называть их гусары или красная обезьяна. Дело в том, что гусары обитают в местах почти без лесных. Поэтому их лапы лучше всего приспособлены к четвероногому бегу. А дело в том, что есть такая вот неснимаемая дикстония, неснимаемая проблема. Если на лапе хорошо лазить, то очень плохо бегать. А если хорошо бегать, то очень плохо лазить. Так что степень древесности у гусар, в общем-то, низкая. Ну вот, мама гусар, соответственно, ее детеныш. Для детеныша это совершенно стандартное положение у всех приматов. Так, вот это одна из самых известных обезьян. Чуть ли не во всех зоопарках мира содержится. Плащеносный павиан, гамадрил. Это самец. Самка в полтора раза меньше по размерам. Такого роскошного плаща и таких бакенбард не имеет. Там вот фотография. Гамадрилы в норме живут стадами с очень жесткой иерархией. В таком стадии в среднем где-то от 20 до 30, редко больше особей. В верховоде там самец доминант Альфа, который внимательнейшим образом следит, чтобы на его престол не покусились Бетты, те, кто уступает ему только на один рамок. Ну, а это вот. Я в прошлый раз ругался, что ваше мышление, это мышление на уровне Диснея. Попробуем потратить. С вашей точки зрения, такая сцена над фотографиями. Что это? Несколько версий. Счастливая семья. Случайная встреча. Домашние разбоки. Что? Не, это случайная встреча. Представление о том, что у всех животных на свете, а тем более у обезьян, наши близкие родители, должны существовать парные семьи, глубочайшим образом неверно. Парная семья – это редкий вариант. И возникает только в том случае, когда она необходима. А необходима парная семья в очень таких причудливых условиях. Не на этом, на следующем занятии мы про это будем говорить. Достаточно много. Про социальную организацию. А в стаде гамадрил, ну, самец Альха, как и любой альха-самец среди людей, допустим, значит, пока он Альха, свято уверен в нерушимость своих прав. А значит, считает всех детенышей в стаде своими. Ну, насколько он генетически прав, это очень большой вопрос. Потому что там, кроме Альфы, достаточно других самцов. Но ни о каких любящих парах речи не идет по определению. Ситуация гаремная. Ну, вот, пожалуйста, типичный доминантик. Площеносный. Ага. Хорошо. А вот это что такое в него, показываю курсором? Седалищная мозоль. На самом деле, одно из важнейших мест у приматов. Приматы все социальщики. Можно ли поддерживать хорошую разницу социального структуру, если нет общепонятной речи, общепонятной системы знаков? Ну, вот социальная группа в этом случае удержится или нет? Социальная группа не удержится. Она будет нестабильна. Она же спадется просто. Знаковые области. Они, кстати, ну, эта область у нас не знаковая с достаточно дайвливых времен. А вот лицо в качестве знаковой области у нас, конечно, осталось. Опять же, а в конце сегодняшнего занятия скажем с вами, к чему приводит практика очень частого использования СМС-контактов. Дело в том, что, когда вы переговариваете с СМС-ками, вы не видите собеседника. А в этом случае не складывается нормальная форма коммуникации. Сейчас психологи по всему миру на самом деле тревогу бьют. Молодежные, которые вырос уже на основе вот этой электронной практики, нормально, по-человечески коммуницируют, с трудом. Навыки ориентации на мимику собеседника у них складываются плохо. Но это в том случае, когда действительно там перекос в сторону СМС-контактов. При небольшом количестве реальных живых контактов. Так что это одна из очень важных сигнальных зон всех примантов. И при знакомстве, вот встрече двух особей, они сначала будут там осматривать друг друга, а потом обязательно пройдут друг мимо друга и посмотрим, да как дела во второй сигнальной зоне. Это очень важное место. Ага. Вот это не павиан. Совершенно своеобразные ребята, обитающие в одном единственном месте на земном шаре, на Абиссинском Нагоре. Это геллада. Геллада или курносые обезьяны. Дело в том, что носовые кости очень крайне укорочены, поэтому нос уехал вверх. Ага. Вот самец геллада занимается демонстрацией. Вот так поднятая верхняя губа является заявкой на то, что я в доме хозяин. Так, значит, ну, смысл совершенно прозрачен. Поднятая губа открывает клыки. Обратите внимание, вот видите, пока губа не поднята, так физиономия совершенно иначе выглядит. Обратите внимание на вторую важную вещь. На груди у геллад лысое пятно, упаковное, как песочные часы. Это признак только этой группы. Ни у кого другого такой метки больше нет. И у самцов совершенно роскошные грибы. Геллада – редкий случай строго травоядных обезьян. Питаются они почти исключительно травой. На Абиссинском Нагоре, а средняя высота больше 3000 метров, там деревьев крайне мыло. Поэтому они на земнике, а точнее на скальнике, значит, обитатели скал. И очень-очень травоядные. Вот это два самца геллад, выясняя отношения друг с другом. Стада у геллад огромная. Ну, там сотни, иногда тысячи особей. И самцы умудряются обходиться без драк. Драка у геллад исключительно редкий случай. А обходятся они как раз демонстрациями. Вот стадо геллад на отдыхе. Это молодежный геладский. Так, а в сумерке гелада уходит на вертикальные стены. При этом учтите, что вот под этой компанией абсолютно вертикальная стена на полтора километра вниз. Это обрыв Абиссинского Нагоря. И вот такие вот детеныши, ну, как и все детеныши, вот обратите внимание, это парочка чем заняты. Вот, показываю курсору. Они борются. Борются, возятся, дергают друг друга за хвосты, периодически срываются, падают, так, но не полтора километра вниз, отнюдь. В полете умудряются зацепиться, не пролетев пару метров. То есть, это фантастические скалолазы просто. Так, а вот это бородатые мартышки. Это целая группа будет родичьей мартышки Дианы. У Дианы более коричневый мех вот здесь на спине, и особенно к крестцу ближе переходят. А так, в принципе, общий принцип окраски у всех родичьей Дианы очень сходен. Бородатые, понятно, почему называют. Видите, удлиненные белые волосы на подбородке. Вот сама Диана. Вот парочка Диан. Видите, обезьяны бывают очень ярко окрашены. Так, вот это белобородая мартышка. У нее, как видите, этот пучок белый еще длиннее. О-о-о! А вот это... Знаменитые ребята. Это демоны с голубыми лицами. Это обезьяны из китайского высокогорья. Обезьяны не крупные, размером чуть больше кошки. При этом редкий для обезьян случай. Они нормально зимуют в лесу, в горах, на снегу. С зимными температурами в их районе обитания минус 15, они держат совершенно нормально. Это обезьяны. Но дело в том, что в зимнем лесу почти нет еды. Поэтому диета еще более специальная, чем у гелат. Почти исключительно зимой паучки и кора деревьев. То есть, как наши зайцы, по сути дела. Ну вот мама с детенышем. А вот эта обезьяна чуть было не поплатилась за свой прекрасный мех. Это абиссинская гвереца или колобус. Если вы читали литературу начала 20 века, европейскую, российскую и так далее, там можете встретить описание, что модница пришла в салон в полонкине из обезьяннего меха. В Европе мех гелады входит в моду и только чудо спасло их от полного уничтожения. Мех абсолютно черного вороного цвета, цвет вороного крыла, совершенно снежно-белой оторочкой. Причем это оторочка глины из летящих встевых волос вдоль побоку два пояса и длинная белоснежная кисть на конце хвоста. Ну вот физиономия абиссинской гелады, абиссинской гверецы. А вот эта гвереца, родича абиссинца, как ни странно, называется зеленой. Почему ее в свое время назвали Гринманке, остается вопросом. Ну потому что какого цвета нет в ее окраске, так это как раз зеленого. Но тем не менее название обстоялось. Вот еще одна пункта. Вот прыжок абиссинской гверец. сейчас мы увеличим чуть-чуть, чтобы было видно, какой роскошный гунчук на хвосте. Ага. Значит, а это, пожалуй, самый яркий представитель среди крупных приматов. Это родич павиан, значит, и в некотором смысле родич гелад, мандрил. Это молодой самец, луки, как вы видите, дай бог. Значит, обратите внимание, на самом деле цветопередача здесь не очень хорошая. Мочка носа ближе к рубиновым цветам. А вот щеки какого цвета? Голубые. Голубые. Там дальше на фотографиях будет видно. Вот опять же, цвета недостаточно сочные. Желточная, желтая борода, рубиновая мочка носа и переносия и ярко-голубые щеки. Так, зачем это надо? Обитатели влажного тропического леса, причем почти исключительно на земнике. А если на ветвях, то в нижнем ярусе. А света до земли доходит очень мало. Поэтому, вот она, зона контакта, значит, она должна быть яркая. В сумерках только яркие цвета хорошо считаются. Неудивительно, что и с противоположной стороны, так, с стороны седачных мозолей, у гамадрилов, извините, у мандрилов тоже целая радуга, исключительно яркая. А вот этот дрил, последняя из этой компании, значит, родич мандрилов, но, как вы видите, никаких голубых щек, чисто черного цвета, больше всего похож на хорошо на ваксинный кирзовый сапог, структуру физиономии. Крупные, ребят, килограмм до 15-17. Ага. А вот это из Юго-Восточной Азии, из мандровых лесов. Значит, это носатая обезьяна, носач. В данном случае это самец. Дело в том, что вот такое развитие хрящевой мочки носа для носачей является вторичным половым признаком. и нос продолжает расти в течение всей жизни. Поэтому у старого самца, вот такого матерого, нос вот так свешивается ниже подбородка. Поскольку хрящ гибкий, это вам не кость, то этот нос начинает мешать есть. И когда обезьяна ест, она одной рукой нос отводит в сторону, а другой рукой ест. у самочек носик вполне аккуратненький и маленький. Вот вам старый самец. Так. Вот еще один вариант. А вот самочка. Взрослая самка, но как вы видите, никакого супер разрастания носовых хрящей нет. ну это опять красная мартышка гусар. Вот несколько гусарчиков. И наконец, самая северная обезьяна нашей планеты. Интересно, кто знает, в какой крайней северной точке обитают обезьяны? Тайга. Япония, конечно. Самый северный японский остров, да, Акайда. Обезьяны там с древних времен считаются священными существами, их стараются не тревожить. И при всей тесноте, а в Японии гигантская плодность населения, для нормальной жизни обезьян их стад содержится достаточно крупная резервация, достаточно крупная национальная партия, дети обезьян могут себя нормально чувствовать. Как вы видите, так же, как китайская рыжая обезьяна был полицей, японские макаки, а это именно японские макаки, вполне пушистые, и выдерживают падение температуры до очень существенно ниже 10 градусов. С ними связана одна вещь совершенно загадочная. Дело в том, что Япония страна луканическая, и там порядочное количество горячих источников. Так вот, сейчас я вам покажу фотки, которые в сети очень устранены. Во время холодов японские макаки залезают в эти горячие ванны и греются в горячих источниках. Непонятно здесь вот что. Пока ты сидишь в горячем источнике, тебе, конечно, тепло. Но когда ты с мокрой шубой вылез на улицу, а на улице минус 12, минус 15, у нас бы с вами произошло летальное обморожение в течение буквально первых часа полутора. Как они умудряются решать эту проблему, до сих пор не очень понятно, но каким-то образом решают. Практика использования горячих источников у них действительно достаточно распространена. Сейчас покажу. Ну, это вот такая трогательная парочка под снегом. А вот, пожалуйста, детеныш плавает, там вот самец из его стая. Вот детеныш запорошенный снегом высунулся из источников, там вот у мамы на заднем плане. это самец доминант блаженствует, рядом его подруга, там на заднем плане вся остальная стая. Так что, видите, источники действительно они обжалю очень неплохо. Так, ну вот по мартышкообразным примерно весь материал, который хотел вам показать.